Так, всем привет. Сегодня будет такая нелёгкая для меня тема, которую надо давно было видео снять, но я не снимал, мне сложно про это договорились, но сегодня я вот решил снять видео про это. И надеюсь после этого видео вопросы у людей на эту тему пропадут, но сперва опять поблагодарю людей за материальную помощь, значит, значит, вчера кто-то кинул 40 рублей, спасибо, и сегодня кто-то кинул 100 рублей, спасибо. Так, тем в сегодняшнем видео моё отношение к религии и вообще ко мне. Какое у меня отношение к религии и всё про это дело, я надеюсь эти видео, я поставлю точку в этом вопросе, и уже буду давать людям видео, которые меня постоянно спрашивают. предлагают молиться там читать и читать вебелью и евангелия читать постоянно, то есть дают такие вот советы. и я хочу ответить, как бы я отвечал на их комментарии, как обстоят дела, но в этом видео я расскажу подробно, подробно, и вот про это всё, как я отношусь к религии и... и на них такие предложения мне, мне комментарии, но пока они мне постараются, постараются люди больше не писать, потому что... Вопрос... Вера... Вера это личный вопрос каждого. И как кто верит в Бога, это личное дело каждого. Я никогда не люблю про это говорить, потому что особо говорить нечего, а дела обстоят, как они обстоят, и по-другому... они... я... 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 я не могу ничего изменить. В общем, давайте уже приступим. что я с детства крещённый, я православный, верующий. Ну, я с детства, мне там особо веру не принимали, так сказать, говорили, что дайте бог там, Христос, и рассказывали о вере, ну, как-то, знаете, это всё. Я просто слушал эти рассказы про Христос, и у меня они только душевную грусть вызывали, и больше ничего, то есть как бы, и молитвы у меня, когда я читал молитвы, у меня не только душевную грусть вызывали, то есть как бы, я от этого дела ещё тогда был, так сказать, не особо, так сказать, близкий, близкий к религии, потому что у меня молитвы и вот эти все истории, они всегда вызывали грусть, и их хотелось плакать. А я человек такой, что мне и так, ну, в детстве всё нормально было. А когда тебе 25 лет, и по 25 лет уже депрессия, скажем, не хочется ничего такого грустного читать и слышать. Ну, и вот я как-то рос, до, до, до какого-то, до 17 лет. Я, 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 ношу крест, всё как предполагается, но носил всегда крест с, по-моему, с пяти или, или с каких-то лет. Ну, где-то так. Ну, вот. И, я тогда ничего не боялся, что, что, меня может Бог наказать. Вот. Я просто жил, как бы, жил, как бы, но всё изменилось в тот момент, когда... Моя двоёмная сестра стала выходить замуж, и меня это так зависть съедала. И, 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 и грусть. То, что, вот, она, засмогла, как бы, и, и, личную лицу надавать. А, у меня тогда было 18, или сколько-то. 18, 19? Нет, 17, скорее всего, 18. Как так? И, насколько мне тут, душевно, всё это было плохо. Ну, и, как, какой-то, по молодости, по глупости, и, 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 и от душевной своей, и, и, вот, от душевной печали. Я, короче говоря, я начал... Вы просто не поймите меня, не поймите меня, это, как это... Привратно. Я тогда молодой был. Глуп-глуп-глупый. Ну, не это только сыграло. Потому что у каждого вроде есть свои ошибки. Вот это моя ошибка была в жизни. Одна из многих ошибок. Ну, и вот, на фоне этой своей грусти не прости. Я начал поклоняться, так сказать, тёмным силам. Ну, как поклоняться. Я просто, там, призывал их, там, говорил, что я, там, делайте так, чтобы это свое не состоялось. А я, как сказать, дайте мне силы свежеестественные, чтобы я мог радушить сейчас свадьбу. Вот. Я вам буду служить. Вот такие вещи, я говорю. И мне сейчас не страшно говорить, потому что я знаю, что Господь меня защищает. И я после этого, после этого, расскажу как. Я нашёл защиту у Господа. И до сих пор, до сих пор, до сих пор я в этой защите уверен. И благодарю его за это, за то, что он меня принял. Вот. И я начал говорить и призывать, типа, что я буду вам служить, только помогите мне разрушить свадьбу. Вот. Ну, это ничего не состоялось, король. Знаете, свадьба состоялась. Вот. Зато я заболел гриппом. Вот. И у меня... В один вечер подниматься тесте кемпеатру. А... А... Кемпеатру... У меня... Гипер... Гиперки... Гиперки... Проявляется. Ну, я говорил вам об этом. Кто в курсе... Кто не в курсе... Кто не в курсе вообще, что это такое... Гиперки... Гиперки... ДСФ... Вы их погуглите. Вы сразу поймёте. Короче, они у меня... И в детстве от температуры были всегда. И вот... Тогда вот были. И... Сейчас они у меня проявляют, скажешь... Ну... В... Нормальной форме. Так сказать... Более-менее... Менимой... Физиологически. А... Норм... А... Норм... И... Если что... Если... Становится хуже, это... Мы там... Пропиваем таблетки... Специальные... Таблетки, которые... У... 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 Мышцы... Ослабляют. И... У меня... Нормально становится. Последний... Я... 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 Они... Они меня очень... Помогли тогда... И... Успокоиться, и... И... Я... 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 мышцы и иногда пропеваемый курс, но все это не об этом. И вот тогда я заболел, когда я заболел в этот вечер. От температуры меня стал крутить. Ну, я не буду объяснить. Вы погуглите, пожалуйста, погуглите. Что такое гиперкиназы у ДСПС? Они, по-моему, бывают не только у ДСПСников, но и у других людей, но у ДСПСников. Это гиперкиназы, они идут как-бы, они как-бы встроенные. У нас по умолчанию у всех. Ну и вот я стал крутить. Меня стало крутить так сильно, что я вот в 17 лет, мне тогда было, я такого не испытывал где-то, наверное, 6-7 лет не испытывал такого. больше. До этого. Потому что было нормальное состояние было, так что. И вот, меня, меня, короче, скрутило так, столько, столько, столько крутить, что я не мог даже голову нормально положить, чтобы поспать. чтобы уснуть. Обычно, если я усну, то потом мне легче становится, и я могу нормально потом об этом образ жжение. Потом просто устанавливается, немного мышцы расслабляться, и как бы могу нормально дальше жить. А это я его скрутила, я начала крутить так, что я не могу даже уснуть. И я понял, что моя единственная дорога лежит только через Господа, Господа Бога. Потому что кроме него мне было некому помочь, а темные силы, они ребята такие, они хитрые, они постоянно хитрят, они только говорят, что нам хотят помочь, там, в каких-то ожиданиях. Но на самом деле, когда мои мужа не на улице становятся, они просто тупо нас бросают, как использованные кукол, как умыряние. Так вот, это надо помочь всем, темные силы всегда стремятся использовать человека, верить им, их словам, ни в коем случае не надо. Они всегда будут говорить вам неправду и врать, чтобы заманить вас в свои стеки. Так вот, я тогда понял то, что у меня только Господа, дорога только через Господа открыта. Я сказал, Господи, ну, хочешь, если ты меня истилишь в эту ночь, я буду молиться каждый день. Вот. И так вот, до сих пор, и он мне исцелил. И я общался тогда, я молюсь каждый день, каждое утро и иногда каждую ночь. Не могу уснуть, но утром я всегда молюсь. Я считаю, что это отчина, Богородицу и живые помощи читаю. Вот такие молитвы каждое утро я читаю. Я это сказал и он меня исцелил так, а так и до сих пор вот и идет. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я как бы вышел от этого. Я в религии никогда не стремился особо подняться, возмущиться как бы в религии. То есть больше молитв читать, больше библию читать. Нет, у меня никогда не только у меня был один год, когда мне было очень плохо, когда я не знал, какое я болезнь в порядке. Я не знал, выживу ли я вообще. Тогда я молитвы еще кое-какие я выучил. Вот с тех пор 2018-19 год. Тогда да, тогда я выучил. И живые помощи я выучил. Ну понимаете, понимаете, вот как бы кроме этого, кроме этого я больше как бы никогда не стремился улучшить свою веру. И мое отношение к Богу такое, что я его скорее боюсь. Боюсь. Боюсь его там, как сказать, прогневить, так сказать, своими грехами. Чем я его, так сказать, чем я его, скажем, скажем так, не то, что я его люблю, а ну вот как все, как все. Молится, типа вот это, типа вот, ну, как бы любовь идет от человека к Господу. У меня такого нет. То есть, я его просто, у меня не может быть неправильное отношение к религии. Да, оно может быть неправильное, но у меня такое вот отношение больше, уважение к Богу. Потому что он меня может наказать. Наказать. И я, поэтому, и не то, что договор, договор это очень у меня в основном. А тут, я вообще начинаю... Что-то упало. Наверное, кот ладит. А тут, я вообще... Общение... Своё выполняю просто, чтобы он меня не лишил здоровья и не наказал, как в ту ночь. Ну, конечно, я, бывает, с ним разговариваю, да, своими словами. Я прошу его наставить, не напустить истинные, так сказать. Чтобы это поиспадало мне... А от моего... Порока к форму, там... И влечение... К женскому полу. Ну, так что, понимаете, вы... Больше, скорее всего... Больше я ничего не делаю. Не стремлюсь, как бы, улучшить свою веру и религию, так сказать. И я хочу... Чтобы после этого видео... Люди, которые мне пишут... Вот... Почитай вот эту вот... Молитву или... И... Библию советую читать. Чтобы они... Посмотрели... Посмотрели это видео и... Так сказать... У них чтобы... Чтобы не... Вопрос... Отпали. Я... Не... 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 Укажу... На насилие свои грехи. Вот... Я... Я... Такой человек... То... Что... Что... Я даже вот эти православные праздники, они, они, я о них не знаю, у меня, у меня мастерка говорит, типа, это сегодня такой праздник православный, ну да, я говорю, да, 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 типа, киваю, да. А я сладко не в курсе, как бы, потому что мне, как бы, не хочется это изучать, я понимаю, что это не правильное. Ну, вот таких, у меня такая вера, и я бы попросил, как бы, Ну, как бы, вера просто это личное дело каждого, и как он верит и соблюдает все эти вещи, то же личное дело каждого, и поэтому я бы попросил бы этот вопрос, на моем канале не затрагивать, все, что, все, что, какая правда, я вам рассказал в этом видео, Ну, так, какие у меня отношения к Госбогу. Да, они не идеальные, они не идеальные, я думаю, то, что, да, такие вот и как, как, как есть, но они есть. Я даже в последнюю неделю поста, да, конечно, это я, может, как-то как-то шокирует. Это называется Страстная неделя, последняя неделя поста, Страстная неделя. Я помню, я, я даже в какие-то года, эту неделю сама смотрела порно. Ну, то есть, да, как бы, я понимаю то, что, да, да, это грех, 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 Ну, это, чтобы вы понимали, вот, какая вот у меня, какая у меня отношение к вере, и как, 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 как вот, и, как вот это все было, все происходит. Ну, вот, ребят, как вот, как оно есть, так оно и есть. Я думаю, Господь сам видит всю всю эту ситуацию, и, как бы, не надо, не надо мне советовать вот эту все молитву, и, читать, и, читать, и, евангелие, читать, и, яс, если, если, мне, это надо будет, как в 2019 году, яс, сам этим займусь. А вот эти вот советы, советы и предвзятые отношения, то, что ты, типа, инвалид, типа, только должен молиться Богу и, там, Боже, никакого у него пути нет, нет, ребята. Я с этим не согласен. Молиться Богу надо, ну, и, как бы, в реальной жизни надо тоже пытаться что-то делать. А у нас такое вот отношение к инвалиду предвзятое, то, что, как бы, за инвалидом только дорога к Богу и всё. На самом деле, она и к Богу открыта, и в другие тоже, в другие дороги для инвалидов тоже открыта. Просто, почему-то у нас такое предвзятое отношение к инвалидам, что он ничего не должен скатить, только он должен молиться и, как бы, в других странах, конечно, по-другому к инвалидам относятся. Поэтому вот такая моя история. История, ребят. Моё. Замок, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Извините, это же воздух уж уж и... Может такого не повторится. Надеюсь. Я там только позавтракал и немного в воздухе выходит, так сказать. Поэтому вот такая вот. Мое отношение к гриле не такое, оно не идеальное. Я думаю, что не у каждого идеальное отношение к религии. Но оно есть, оно есть. И сразу Бог дает мне защиту многих таких вещей, которые я слышу иногда. А верующих людей, у них почему-то это происходит, а у меня никогда не происходит. Я сейчас не буду говорить какие-то вещи, но защиту я от Господа ощущаю. Да, пускай у меня такая ныщь тяжелая. Но я буду... Я, да, общение свою выполнять, как-то тогда буду молиться и, так сказать, вот так вот буду, короче. Так что вот, такое селенное видео. Давно мне надо было его записать. Я все откладываю. А почему у него как-то почувствовал силы и записал. Ну вот, в общем, так что вот. Надеюсь, теперь у людей пропадет этот вопрос. Как у меня дела с религией. И они... Ну... Писают... И как бы... Я не хочу, чтобы мне такие советы давали. Потому что это я... Мое... Мое... Личнее дело, как... Верить... Я не хочу, чтобы... Никто... В это дело мне... Не... Не... Влезал. Ну, если будет все это так и ставится... Соответственно, я буду... На это видео ссылку, да? Вот, право просто. И все. Ну вот, так что... Так вот. Все. Все. Вот так будет. Все. Всем пока. И... До встречи в следующем... Видео. Все. Пока. И... До встречи в следующем... Пока-то да, ребят. Пока-то да, ребят. Ребят. Репортажа. Субтитры сделал DimaTorzok